Мы в прошлый раз с вами должны были, по крайней мере, я очень надеюсь на то, что вы разобрались, кто и какие сценарии вам на голову одевает и, собственно говоря, что вы со своей жизнью творите. Сегодняшняя задача нам разобраться и научиться очень просто и спокойно изменять сценарий. И основа этому всему пресловутая так нами нелюбимая ответственность. Для того, чтобы что-то менять и что-то сопровождать, нужно прежде всего понимать, что. И нужно понимать, что внутреннее состояние наше – это точка входа, при которой мы или сделаем, или не сделаем. Почему все баталии, все разговоры, все сделки, все переговоры, все споры, все конфликты решаются от состояния. И четкого понимания, что я хочу получить в конце. Чтобы что-то получить в конце, я должна здесь для себя решить, на какой формат переговоров, или на какие правила, или на какое время, или на какие способности я вообще на что-то должен рассчитывать. И это наша пресловутая ответственность. Ответственность – это состояние, это мера такого глубочайшего понимания, что все, что на сегодняшний момент у нас происходит, это я вот как смогла, да, как та лошадь, как шмогла. Шмогла, не шмогла – дело пятое. Но и одномоментно рождается глубочайшее убеждение и желание изменить что-то. И это нормально. Потому что если человек не развивается, и в его жизни ничего не происходит, кроме дня сурка, значит, тогда его жизнь устаканивается, она становится более прагматичной, более такой, с меньшим объемом. И с глубочайшим убеждением, что кто-то где-то ходит виноватый, в том, что в моей жизни ничего не меняет.